Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мистер Пресли, как вам удалось пережить всех остальных артистов 50-х? Если уж на то пошло и 60-х в том числе Я принимаю витамин Е Не, шучу Я сам не понял, как это случилось Милочка, я не знаю Я просто получаю удовольствие от этого бизнеса Я слышал от многих журналистов, что на самом деле вы застенчивый, скромный и замечательный человек Вы с этим согласны? Ой, я не знаю, с чего они так решили У меня есть золотой пояс и... Пресли, стойте там, где стоите, минуточку не двигайтесь Ладно, что вы задумали, женщина? Сегодня вы мне напомнили о шоу Эда Салливана Вы мне тоже напомнили, вот поэтому я и сажусь Элвис, кажется, в последнее время ты стал меньше бриолинить свои волосы Ну, как и все остальные, я перестал косить под набриолининых подростков, старина Раньше тебя сильно критиковали за длинные волосы и кривляния на сцене А сейчас ты кажешься таким скромным Старичок, я был ручным по сравнению с тем, что молодняк вытворяет сейчас Ты верно шутишь? Мои покачивания не столь впечатляли Давай подергайся для нас Нет, как ты относишься к современным артистам? Как оцениваешь их выступления? Ой, я не знаю Мне совсем не хочется критиковать кого-то из артистов Я считаю, что в этом развлекательном бизнесе найдется место для всех Да и потом я ненавижу критиковать другого исполнителя Доволен ли ты своим имиджем? Ну, образ это одно, живой человек совсем другое Насколько имидж совпадает с реальным человеком? Я бы сказал, что очень трудно соответствовать выбранному имиджу Элвис, сегодня тебе 37 А правду говорят, что любой артист старше 40 конченый для сцены Смотря о чем идет речь Не, я не знаю, но мне хотелось бы так думать Какую аудиторию ты сейчас привлекаешь? Не понял Как ты думаешь, ты все так же привлекательный для молодежи и подростков? Я обнаружил, что на наших концертах разная публика И есть люди постарше, помоложе, и есть очень молодые Абсолютно разная публика, и это хорошо 47 золотых дисков, 32 фильма, чем займешься на этот раз? Привет! Недавно я снялся в фильме о последнем проведенном мной турне Это первый живой концерт, отснятый нами Так что это мой следующий проект, который выходит в свет Что же в конечном итоге заставило тебя прервать затворничество И снова решиться появиться на публике Мне всего этого не хватало Недоставало близости аудитории, публики на концертах Поэтому, как только у меня закончились киноконтракты, я снова начал выступать Ты продолжишь давать живые концерты? Думаю, да Простите Я много еще где не был Я никогда не играл здесь, в Нью-Йорке И никогда не был в Британии А хотел бы туда съездить? Да, хотел бы Я бы очень этого хотел Я бы хотел поехать в Европу, в Японию и другие страны Я никогда не выезжал за границы, кроме военной службы Мистер Пресли, вопрос по теме военной службы Ваше отношение к протестующим против войны и отказались ли бы вы сегодня отправиться в армию? Ой, голубушка, я бы предпочел оставить свои личные взгляды по данному вопросу при себе Потому что я всего лишь артист Я бы предпочел промолчать А вы считаете, что остальные артисты так же не должны высказываться? Нет, я даже не стану это обсуждать Стоит ли ждать еще одного нью-йоркского концерта? Что? Приедете ли вы снова выступать в Нью-Йорке? Возможно Когда мне стукнет 40? Элвис, почему нам разрешили снимать твой концерт в Бостоне, но запретили снимать здесь, в Нью-Йорке? Не понял, разрешили вам что? Снимать концерт в Бостоне, но в Гарден охрана снимать нам запретила, почему? Я не знаю Вопрос хороший Почему, полковник? Я прослушал, что там спросили Она сказала, что концерт в Бостоне снимать разрешили, а здесь чего-то запрещают Я не хочу, чтобы съемка нью-йоркского концерта потом пошла по рукам Ну вот, видите? Элвис, почему ты до сих пор не дал своего разрешения поработать на твоей автобиографии? Или для начала тебе нужно найти хорошего биографа? Я пока что не считаю, что мне уже пора это сделать Возможно, когда-нибудь я это и сделаю, но не сейчас Элвис, можешь ли расценивать твое возвращение в Нью-Йорк как твое возвращение на сцену? Он что там, говорит на камеру? Ой, извините Что за вопрос? Ты согласен с тем, что твой приезд в Нью-Йорк можно назвать возвращением на сцену? Не знаю, да я, собственно, свою карьеру никогда не прерывал Куда ты там провалился? Вопросы словно из-под стола звучат Элвис, нет желания заняться чем-то новым, к примеру, баллотироваться в президенты? Нет, сэр, у меня нет политических амбиций Ничего подобного Тебе никогда не хотелось реализовать себя в кино на какой-то более ответственной работе? Хотелось Я бы хотел написать что-то вроде киносценария, если я смогу найти подходящий реквизит Честно говоря, мы ищем его прямо сейчас Любая деятельность не связанная с пением Да, конечно, я бы хотел реализовать себя Элвис, в последнее время ты, похоже, стал сторониться рок-н-ролла Тому есть какая-то причина? Очень трудно найти песню рок-н-ролльного типа Нынче трудно найти хороший материал для кого бы то ни было Для всех нас Но похоже, что сейчас ты вообще не записываешь никаких рок-н-ролльных или хард-роковых песен Очень трудно найти какие-либо хорошие хард-роковые песни Если бы я мог их найти, я бы их спел Мистер Пресли, кого вы считаете сексуальным? Не знаю Много есть тех, кто мне нравится Я сам перестал быть сексуальным, не так ли? Сейчас многие артисты лезут в политику А вы не планируете провести предвыборную кампанию Или попробовать собрать деньги для любого из кандидатов в президенты? Нет, сэр, не планирую Я вообще в этом не участвую, я всего лишь артист Элвис, за последние 15 лет ты реально соскучился по концертной деятельности? Честно говоря, я не так уж сильно скучаю по этому поводу Сейчас я наслаждаюсь концертами так же сильно, если не больше, чем в свое время Мне хотелось бы думать, что за последние 15 лет мы стали лучше В плане музыки? Да, я об этом и говорю Музыкально, вокально, ну и все остальное Мне хотелось бы думать, что за последние 15 лет я стал лучше Элвис, вот ты сказал, что хотел бы прокатиться с концертами по Европе А как насчет выступлений на Востоке? Да, я бы с удовольствием туда съездил Люди годами лет 17 точно толпами просили твои автографы Как подобное обожание повлияло на тебя? Не отбило ли всякое желание вообще заниматься? Всем этим не напугало? Ну, я к этому привык, если бы этого не было, мне бы этого немного не хватало Представьте ситуацию, никто меня не видел, никто меня не узнал И тут просит автограф Автограф это часть бизнеса, и мне остается с этим только согласиться Если бы этого не было, мне бы этого не хватало А ты не в курсе, будет ли записывать сегодняшний концерт? Возможно, это возможно Я не знаю Здесь присутствуют официальные представители лейбла RCA Victor Ну, я не знаю Элвис? Да, сэр Назови любимую песню из всех записанных тобой Ну, это песня Now or Never О Соле Мьё И какая же из них лучше всех продавалась? Последняя, названная, то есть О Соле Мьё, Моё Солнце Вот она продавалась лучше всех А следующая за ней Don't Be Cruel И еще Hound Dog И Heartbreak Hotel Ну и так далее Элвис, когда ты приехал в Нью-Йорк? Вчера вечером очень поздно и должен был лечь спать Потому что сейчас у нас репетиция И после этой пресс-конференции я должен вернуться на репетицию Если только у тебя нет на примете что-нибудь получше А жена приехала с тобой? Нет, она не со мной Элвис вот и сказал о нехватке песенного материала Только что в Нэшвилле, штат Теннесси, был подан иск от компании местных авторов-сочинителей И с крупным звукозаписывающим компаниям И в этом иске говорилось, что им не дают честного шанса По твоей оценке и твоим знаниям Имеют ли авторы песен, независимые авторы песен Равные шансы в тяжбе с крупными лейблами? Я так не думаю Сейчас развелось так много компаний И все они становятся независимыми Как только у них появляется хитовая пластинка Люди музыкального бизнеса создают свои собственные компании И их уже целое множество Да и потом независимые авторы, которые сочиняют песни Сами же их и записывают Вот именно поэтому я говорю о том, что получить хороший песенный материал сложнее Получить от независимых авторов-исполнителей? Именно Я так понимаю, что ты владеешь правами на собственные песни Да, у меня своя издательская фирма Но я готов брать песни откуда угодно У любого автора, если это хорошие песни Авторские права не обязательно должны принадлежать моей компании Песню может подкинуть совершенно независимый человек Или любой другой автор песен И если есть возможность достать для меня хорошую песню, я ее спою Однако, знаешь ли ты о том, что звукозаписывающие компании Отдавали предпочтение авторам песен, которые работают на дочернее издательство Которыми они сами могут владеть Лейблы дают предпочтение именно таким авторам песен Вероятно, так оно и есть Скорее всего, да Честно говоря, я должен был в этом признаться По теме судебных разбирательств, по теме авторских прав Как ты прокомментируешь иск, поданный комитетом автором сочинителей Нэшвилла И есть ли у тебя какое-либо мнение по этому вопросу? Ой, милый мой, я ничего не знаю о том судебном разбирательстве О котором ты говоришь Поэтому не могу дать точный ответ Я даже не знаю подробностей этого дела Я ездил загорать на Гавайи ради... Да, Нью-Йорка Поэтому я не в курсах Если у автора-сочинителей нет своего издательства Ты согласен с тем, что их песенный материал Не должен использоваться крупными звукозаписывающими компаниями Я так не думаю Если их песни не слышали Если они хороший материал И они хорошие авторы Думаю, их творение следует услышать Элвис, не мог бы ты процитировать нам несколько строчек из твоей последней пластинки Чтобы мы знали, чего ожидать, когда выйдет твой следующий сингл Я не могу сидеть, вот честно Нет, я не могу этого сделать Я бы предпочел приберечь эти строчки для сегодняшнего концерта Мистер Пресли, что вы думаете о женских правах? Что вы думаете об освобождении женщин? За этим стоит присматривать Да, присматривать правильно Я уже говорил о том, что подобной общественной критикой я не занимаюсь Было бы здорово, если бы часть фотографов, уже сделавших свои снимки, отошли бы в сторону и позволили другим пофотографировать Пожалуйста, отойдите в сторону Поднимайтесь с камерами, идите с ними сюда Элвис, где ты взял этот золотой пояс? Этот пояс награды от компании International за рекорд посещаемости моих концертов Как победа в чемпионате посещаемости Для меня это что-то типа такого трофея И я ношу его просто для того, чтобы покрасоваться Элвис, а мы можем поговорить с твоим отцом? Разговаривали я со своим отцом? Я обязан разговаривать, ведь он занимается моими личными делами Тогда можно задать твоему отцу парочку вопросов? Конечно Второй мистер Пресли В какой момент вы поняли, что ваш сын становится очень известным человеком? Ну, трудно сказать Для меня все произошло так быстро, что за этим трудно уследить Такая известность обрушилась буквально в одночасье Но я бы сказал, что почувствовал это, может быть, в 56-м году После первого телевизионного шоу Я попытался бы рассказать ему пораньше, но он не стал бы меня слушать Вы о чем-то сожалеете? Не, не о чем На самом деле, все произошедшее мне понравилось Ну, а если серьезно, все произошло очень быстро для всех нас Для отца, для мамы, для всех нас Все произошло практически мгновенно И поэтому нам пришлось очень быстро приспосабливаться ко многим вещам Ко многим хорошим вещам Мистер Пресли, а как вы думаете, за это время Элвис как-либо изменился? Нет, совсем не изменился Лично я никаких изменений не замечаю Я стал больше потеть Элвис, какие песни тебе нравятся исполнять больше всего? Что ты предпочитаешь, рок или баллады? Другими словами, предпочел бы ты такую современную балладу, как брич «Our Trouble Water» Или старую классику типа «Hound Dog» Я поступаю совершенно конкретным образом И люблю смешивать песни разной стилистике Короче говоря, мне нравится исполнять песни типа «Мост через море проблем» Или «Американская трилогия», ну и так далее Затем перемешивать песни и исполнять что-то рок-н-ролльное, хард-роковое От старых песен не устал? Нет, я нисколько не стыжусь ни «Hound Dog», ни «Hound Break Hotel» И так далее Ты вообще представляешь себя уходящим на пенсию? Нет, вообще нет Во мне слишком много энергии Поэтому вряд ли Мне пока еще нет Очередная трансляция ПТВ не планируется? Что-то в планах есть, какие-то разговоры ведутся Элвис, а есть ли какие-нибудь молодые группы, которые тебе особенно нравятся? Я не могу Их так много, я не могу вспомнить ничего необычного Я бы хотел оправдать свою репутацию славного малого Поэтому на этом все, ребятки Ребята, мне нужно возвращаться к репетициям Большое спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры подогнал «Симон»